Всем привет, это Даша. Периодически помедлен просмотры и помедлены накопления. Я выкладываю свое впечатление о просмотренных исторических корейских драмах в фронологическом порядке, начиная с более ранних времен событий и двигаясь ближе к современности. И сегодня я выкладываю вам очередную пятерку. Список всех мною просмотренных исторических драм можно найти прямо под этим видео. Есть еще текстовые отзывы на большинство исторических драмах в просмотренных мною. На них я оставлю ссылку тоже под видео. Это мой текстовый блог. В общем, смотрите, читайте, изучайте. Первая драма, которую я сегодня буду рассказывать, называется «Дочь короля Супэкхян». События происходят в государстве Пэкчэ. В 400-е годы правит король Мурён. Две девочки-сестры, живущие в обычной гостянской деревне и ведущие обычную гостянскую жизнь, попадают в такую ситуацию. Одна из сестер внезапно узнает, что другая ее сестра на самом деле никто иная, как дочь короля страны. И, недолго думая, для того, чтобы ездить в котель с округлыми сутками и спать на шелковых простанях, она представляет свою сестру, бросает ее и приходит к двору короля с тем, чтобы заявить на свои права. Получится у нее этот фокус или нет, вы узнаете, посмотрев драму. Следующий сериал, о котором я хочу вам поведать, называется «Любовь короля». Это уже государство Корё, главный герой, король Чхун Сон, будущий король. Это 13-14 века, конец 13-го, начало 14-го. Главный герой – это золотая молодежь. Целый принц, дочь министра финансов и сын секретаря короля. Между ними такой любовный треугольничек, здесь и интриги, и романтика, и приключения. Все вместе будет безумно интересно. Тем более, что порой повествование идет от самого принца, озвучиваются его какие-то мысли. Это иногда так трогательно и мило, а иногда наоборот. В общем, мне понравилось в целом. Следующий сериал, такой прям мини-мини, всего две серии, каждая по 70 минут. Чем-то напоминает «Алые сердца», называется «Брызги любви». Правится Джон. Это государство Чхун Сон, на дворе уже 15-й век. Это тот самый король, который изобрел ту письменс, который сейчас в Южной Корее. Царит и правит балом. И к нему попадает с помощью модной стихии девушка из современного нашего мира, туда-назад в прошлое. И попадает к королю, и даже учит его математики. Это, пожалуй, чуть ли не единственный из просмотрных мною исторический сериал комедийного именно плана, который мне понравился. Он такой очень легкий, незатейливый, лаконичный, позитивный, юморной. В следующий этап раме правит все тот же король, называется «Дерево с глубокими кардиами». Дерево все же более углублено и подробно описывается то, как он придумывал эту письменность, как ему было непросто, какие испытания ему пришлось пройти. Но главный герой здесь все-таки, пожалуй, не король, а его подчиненные, у которых такая достаточно сложная судьба. И они ему помогают в этом важном деле создание письменности. И последняя драма, которую я сегодня вам расскажу – «Рыцарь королевы Инхён». Действие по свой сразу двух мирах и в современном, в 2012 и в прошлом времени, когда на дворе был 17 век. Государство Чесон. В общем, один очень преданный слуга, королевы Инхён, обладает амулетом. И внезапно, когда ему грозит смертельная опасность, этот амулет своего хозяина перекидывает в современные миры, где он встречает девушку, которая актриса, и она играет роль именно этой королевы Инхён. Вот такое совпадение. Останутся ли они вместе? Или он вернется в прошлое, вы узнаете, посмотрев сериал. Я вам, конечно, рассказывать этого не буду, пусть это будет интрига. И это все-таки больше драма современности, чем историческая. Но о неких исторических событиях она рассказывается тоже в том числе. Поэтому я ее включила в этот список. На сегодня все. Вот такое коротенькое это было видео. Всех с наступающим. Добра вам, позитива, здоровья, легкого праздничного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok